Сегодня 27 октября 2020 года я со своими помощниками развожу продовольственную помощь для жителей своего округа, а именно малообеспеченные и многодетные семьи. Огромное спасибо красногорскому пекарю, генеральный директор Тюкаев Евгений Анатольевич и мясному комбинату САВА, директор Павлов Александр Сергеевич, за то, что предоставили эти продуктовые наборы, а это именно мясные изделия и хлебобудочные изделия. Сейчас такое непростое время, время пандемии, многие люди лишились работы и порой то, что мы предоставляем, для них очень важно и необходимо. Сейчас прибыли по адресу Пионерская, дом 12, Лялина Юлия Павловна, ей 92 года, она является ветераном тыла. Вот вам свои изделия здесь, также от клуба Ярополка здесь диски. Я живу полвека, этот, как знаете, дом директорский. Ну да. Вот 20 лет тому назад он был признан аварийным. Да. Вы знаете, это очень такая большая проблема, потому что на нашем округе сейчас порядка 7, 6-7 домов признаны аварийными. Когда вот свалилось со стены зеркало. Мы вот на данный момент сейчас занимаемся лесной 6-7, Маяковского 1, до 1-го майского. Несколько подъездов там практически чуть не обрушается. Это от Красногорского пекаря вам и от мясной компании САВА. Тут сосиски, различные колбаса. От клуба Ярополка, диски у вас, дети. Вот на воспитание жду ко мне этого продуктового набора. Спасибо. В любом случае прием я веду. Ну сейчас пока-то, к сожалению, только онлайн, сейчас запрещены какие-то вопросы. Тут главный вопрос у вас был по поводу освещения. Проект ввели. Проект сейчас утвержден. То есть где-то в следующем году это должны были сделать. Добрый день. Я туда им оставлю, получается. Добрый день. Я ваш депутат. Да, супруги вчера ваши звонили. Да, да, да. От меня, от мясокомбината САВА. Я тут в Красногорском. Нормально, нормально. Вам презенты. Тут диски есть. Посмотрите. Хорошо. Для детей. У вас много детей? Трое? Трое все нормально. Единоборствами занимаетесь? Как? Единоборствами не занимаетесь? Нет. А чем? Айти. Понятно, нет. А девочки есть? Три девочки. А, все три девочки. У нас тоже чеклининг есть. Там танцы, акробатика, имеете в виду? Алина Александровна, я ваш депутат. Вы вчера звонили, правильно? Да, звонили. Это помощь от меня, от Красногорского пекаря вам. Спасибо. И, соответственно, от мясокомбината, сава, колбасные изделия. И пару дисков от клуба Ярополк для детей. Спасибо большое. Это от Красногорского пекаря, но хлебобучный изделий. И от мяса нового завода сава, и диски Ярополка. Привет, сколько лет? Нам девять. Чем занимаешься спортом? Пока еще нет, вот хотели, мы только переехали сюда. Илья Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Я депутат Шарликов. Вы вчера звонили. Да, да, да. Хлебобумочные изделия от Красногорского пекаря. И, соответственно, вкусные изделия от компании САЛА. Ага, спасибо большое. Вы в арбузке, да, вообще? Да. Да. Ну, я не ваш депутат, но все равно ограничен округами. Ирина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я ваш депутат. Это хлебобумочные изделия от Красногорского пекаря. У меня есть две изделия от компании САЛА. И там диски Ярополк. Дети вот тут. Сколько ажается? Семь и тринадцать. Мальчик, девочка? Мальчики. Здравствуйте. Вам помощь. Хлебобумочные изделия от Красногорского пекаря от компании САЛА. Мясные продукты. Спасибо. В общей сложности развезли мы 15,7. Красногорская продовольственную помощь. По реакции жителей они были довольны. Впредь мы постоянно будем делать такие акции с периодичностью раз в квартал. Следующую акцию планируем провести перед Новым годом. Я считаю, что в это время, во время пандемии, людям надо помогать. Есть хорошие слова. Жить – это жить ради других. Доброта помогает нам выжить. Поэтому мы стараемся по мере возможности тем людям, которые нуждаются, в чем-то помочь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...